Так, ребята, 0 часов 15 минут. Я в центре города. Льет не переставая. Еле-еле доехала. Огорода полностью нет. Весь залит водой. В центре проехать тоже невозможно. Но тут, слава богу, асфальт есть. Такая вот погода. Да, зайчики? Да. Ну, никак. Ну, никак. Забудьте за улицу. На улице ноябрь месяц. Такое впечатление, что ноябрь месяц. Лизонька. Лизонька. Да, друзья. Бедные тюльпаны. Значит, вчера это все было залито водой. Вода впиталась, наверное, на метра два. Вчера было все залито. Вода везде, везде стояла. Боже, как моя хата еще выдержала, я не знаю. Спасибо тебе, бабушка, что крышу сделала на века. Там, где текла, я ее сделала, бабуля. Вот, смотрите, какая стенка мокрая. Отливокиш есть, все есть. Все мокрое. Да, моя хорошая, да. Доброе утро. Только хочу камеру включить, поезд. Только хочу камеру включить, тревога. Только хочу с вами поздороваться. Дождяра. И поезда. Только что гудят, и поезда. В Украине страшная, страшнейшая жалоба. Страшнейший травм. Погибших все увеличивается, увеличивается. Вчера ночью в Непре у нас, неподорогу, прилетело. Люди приехали тоже к родителям, как собакой Крым. Помните? Молодая женщина с трехлетней девочкой. Погибли. Там все это сейчас еще в реанимации. Борятся за жизнь. В Николаеве что творится, в Лумане что творится, в природе что творится. В общем, ребята, хорошего мало. Огород полностью плывет. Я вчера забирала Людмилку. Начало первого ночи. Мы не ехали, мы плыли. Нам вот необходимо были весла. Я ехала 25-30 километров в час. Потому что лужи это просто наводнение. Я вам с полной уверенностью хочу сказать. Наводнение. О какой сирене, каких тюльпанах, о каких нарциссах может идти речь. Я такого апреля просто не помню. Просто не помню такого апреля. Сколько живу. Помню дождливый май. Июнь. Хотя, с другой стороны, вот друзья, в Украине, кто живет в моем регионе, город Днепр, юг Украины, центр и восток. У нас что, был снег? У нас же снега ни грамма не было за всю зиму. Ни разу не выпал снег за всю зиму. Ни разу. Ни единого раза. Природа, она справедливая. Она берет свое. Не было снега, на земля тебя воды. Я же говорю, там, во вселенной, мне сверху видно все, ты так и знай. Я вчера полдня подождем, моталась, моталась, приготовила картошку с мясом и с грибами. Думала бы, сделаю шубу, займусь к кухней, потому что такая погода. Ребята, руки вообще не стоят. Мысли дурные. Когда это все закончится, слушаем новости, слушаем разных вот этих вот аналитиков. А вот и ныне там. Мам, не разбывайся, не разбывайся. Не, 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 не. Так как полы холодные. У меня будет подошва, нет. Я не могу. Ничего, я вышла, зашла, вышла, зашла. Я тут дома не буду. Поздоровайся, пожалуйста. Ой, доброе утро. Осторожно. Вот, вот, телефон. Доброе утро. Маленького роста не видит просто, что включена камера. Не знаю. Да и начинается прямо все с цыгольной погоды. Ну что ж, найду работу. Вчера цыгуллю сдрить за лук. Вчера столько лука нарезала, я наморозила. Я в морозилку положила. Вот сейчас, девочка, положу. Вот тут лук. Да, я заморозила. Вот этот лучок. Как он выручает? Семь седливый лук сейчас. Девочки, а что делать? Я добавляю. Мыска была вся сгорась. Вот эту выску всю полную. Я добавляю. Но это не все. Да, это не все. Но я говорю, я заморозила. Ну да, заморозил. Так все равно есть вкус лука, согласитесь. Ну что, девочки? У природы нет плохой погоды. Что сделаешь? Ой, судочки положила тоже вот. Мама молодец. Мама, молодец. В общем, доброе утро. Здоровья вам. Доброго вам дня, люди мои дорогие. Я не прощаюсь с вами еще впереди целый день. Все уйдет. Целый-целый дождливый день. Вроде бы как еще две недели будет дождей идти. Ой, я не знаю. Я вчера там такие хорошие патиссоны купила. Желтенькие, желтенькие купила кабачата. Ну, не знаю, может быть, прямо... Даже если я сейчас посажу, размоет, друзья, размоет. Ну, мы кое-что успели посадить. Один участок картошки я засадила. Второй по известным причинам не докопала, не успела. Дождь пошел. Ну, вот такие хозяйки из нас. Ну, такие хозяйки. Ну, что я могу заработать? Очень сильно жалею, что я лук на зиму не посадила. Я правда думала, что мне просто бабушка так не делала. Я все как бабушка. Как бабушка учила, как бабушка делала. Я делаю только все так. И посуду мою кипятком, обливаю, как бабуля. Все делаю, как бабулочка моя. Тоже встала. И знаете, как ночью на кулаке. Так получается, что у Людочки в половине, кто меня давно смотрит, знаете, там у нее ближе к реке окно, и у нее тревогу слышно просто вот так, на щелчок. Моя комната ближе к дороге вместе с мамой. Да, мама в той половине, я в другой половине. У нас дом на три части, да? Вот я так действительно посмотрела на три части. Там цивилизованный отдельный вход, там вход и там вход. Ну, многодетная семья раньше была. Потом мама достроила, перестроила. Потом я уже перестраивала. Убирала все эти перестенки, эти кибитки, которые раньше строились. Ну, потому что, когда сюда приехали, да, шестеро детей, надо было где-то детям размещаться. Тем более печка была, две печки, чтобы грубо было. О, мама, 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 сейчас сорвешь гардину, гардину сорвешь. По праву, по праву. Иди по праву. Да что ж, по праву, в карьес на голову упадет и все. Принязала. Вот, обвините. И капец. Я же, я видео снимаю. Ну, ты представляешь. Сейчас по голове и бакну. Вот такая прямо психованная, категорично страшная. Бига, бига. Целый день ты дома. Куда ты так спешишь? Упала позавчера, пальцы себе прибила, шла с огорода. То ли на камень наступила, то ли, я не знаю. Ну, как так можно? Я же рассказывала, рассказывала вам. Огонь. Мама. Да. Да. А я что, ору? Я что, я не ору? Скажи своей бабушке. Ну, она же кричит, как скаженно. Как скаженно кричит. Чего спрашивается так нервничать? Ну, психика. Психика нарушена капитально. Капитально нарушена. Мы сами нездоровые. Мы сами на нервах постоянно. Но иногда мама, конечно, бьет себя неадекватно. Вот эта с утра просыпается с этими котами. Она их постоянно ищет. Это же коты. Ну, шо с ними будет? Ну, ничего с ними не будет. Прям дождик намочит. Ну, 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 шо тебе намочит дождик. А как животные на свободе живут? Сколько бездомных котов? Они ж не сдохнут, шо их дождь накрыл. Тут какой-то кот стал приходить. Тож Левушка гонял. Теперь Степаша гоняет. Она теперь за тех котов переживает. И вот эта она ночью ко мне заходила раза четыре. Что делать, что делать? Кот орет, кот орет, кот орет. Надо что-то с ним сделать. Что я сделаю ночью в четыре утра? Что я буду с ним делать, с этим котом? Куча кровушки попьет так, шо просто. У меня был грецкий орех. Вот я его сблэкдерила. Хочу добавить в шубу. Селедку я сама посолила. Вчера купила в Фозе. Ну, я мало. Лук замариновала. В общем, шубку сейчас обманем. Я, в принципе, всегда делаю шубу с одной селедочки. Так, для дома. И вообще с одной делаю. Если две селедки, значит, у меня две шубы. Как-то так. Поднизу всегда селедочку кладу. Волосы не собрала. Некогда. Я аккуратненько. Я просто сейчас надо сделать. Я нанесу картошечку, селедочку. Маринованный лучок. Чтобы горечь ушла. Лук 7,9 килограмм. Я уксус и горячая вода. Чтобы ушла горечь. И чтобы только остался маринованный лучок. Картошечка потом маринованный вот так вот. Лучок. Боже, сколько ты будешь ласкать? Обязательно яблочко потру. Обязательно. Правда, когда готовишь кушать, необходимо складывать все. Я хотела сделать оливье. А, кстати, я вчера яйца купила. По 42 гривны. Десяток. Немножко подешевели. В фозе брала. Картошка 8. От 8, короче говоря. От 8. Вот так вот у меня селедочка. Вот сейчас прям на маринованный лучок потрушу немножко. Ой, девочки, грецкие орехи сейчас ем. Мне там Света Зая написала, подружка моя. Ешь, потому что солнца не хватает, витамина не хватает. Это самая классная штука. Я всегда, в принципе, ела грецкие орехи, но я их только поджаренными. Только поджаренными, иначе я так не могу. Помните в детстве, как мы делали? Губы же не разрешали красить в школе. Ну, какие губы, да, мы дети. Так, майонезико чуть-чуть вилочкой. Мы дети. Майонеза в срединку вообще чуть-чуть кладу, чтобы лучше сверху побольше положить. Так как мы делали? Помните, орехи, когда зеленые, шкурка, и красили губы этими орехами? Они потом разъедали нам эти губы. Губы потом пекли. Ой, я как вспомню. А с массажной расчески, помните, снимали гвоздики себе, у кого были проколоты уши, как мы делали, вот эти вот гвоздики с массажной щетки мы красили красным лаком и перламутровым лаком. Вдевали вот так сюда, в ушко себе. И мы брали еще резинку, которая стирать. Простой карандаш. Тоненькую вот так вот разрезали. Сначала пополам, потом вдоль. И такой квадратик. И этот гвозик вот так вот прикалывали. Сережечки. И рассказываю, как мы сережки делали. И вот так, гвоздики такие мы делали себе. А я, знаешь, сейчас еще бы делала. И учителес они в ней... Скрепки, скрепки. Со скрепки делала сережки? Да. А как ты? И что ты на скрепку что-то надевала? Ну, брезану я так растягивала ее. И жемчуг. Или какие-то там с камышком. Бусинки какие-то надевала. Бусинки надевала, да. Ой, я не могу. Да. Морковочку очень люблю, когда много морковочки в шубе. Делаю в форме всегда. Стала делать, вернее. Чтобы она была не придавленная, а чтобы она была пышная-пышная. Так что надо все равно постараться. И уже в школе к нам не придирались по поводу этих... Скажи мне, Сережа. Потому что, помню, у меня были золотые сережки во втором классе. У меня директриса забрала и сказала, чтобы мама пришла в школу. Она только ей отдала. Я так плакала. Я не могла понять это несправедливости. Думаю, как это так? Ну, это же мне сережки подарили не до днень рождения. Почему? Какая-то тетка должна у меня их забирать. Я пришла домой. Ну, мама же сразу пошла забрала. Сказала все, что она о них думает. Все женское убивали сразу. На корню, понимаете? Туфлики на каблучке нельзя. Школьная форма, если манжеты не белые, тоже нельзя. Зато сейчас все можно. Зато сейчас, сейчас. Смотрю, можно наколки. Я помню, когда была помоложе, там с подружками ходила. Сколько мне было? Лет 30. С подружками ходила. В сауны ходили, в бане на выходные. Отдыхали. Парились, пили чайок. Обмазывались кремами. У девочек такие наколки были. И где пах. И в области поясницы паучки. Я к этому всегда спокойно относилась. Это личное дело каждого. Но скажу вам честно и откровенно, никогда ничего не хотела я себе наколоть. Никогда. Такого не было. От макобочек. Майонез такой густой королевский смак вообще. Гавкает и гавкает, гавкает и гавкает. Яблочко. Это накрыта косточка. Мы же ему дать. Там здесь была накрыта косточка. Ну да, просто там... Ну я, наверное, в холодильник поставила. Сейчас. А ну знаете, когда в жизни ничего не происходит, естественно, ты вспоминаешь. События, которые были. Просто я вот сейчас вспоминаю. Это думаю. Вот там я смотрела программу Гроши. Про Советский Союз. Там, где у людей интервью берут. Типа солнце ярче светило. Светило ярче солнце, потому что были моложе. А кому сейчас, даже военное время, ярко солнце светит? Потому что люди молодые. Молодые солнце сама по себе ярко светит. Такая терка плохая. Где вот эта терка, не знаешь, мак? Там внизу. Там внизу. Я знаю, что еще яйца добавляют, но я яйца не люблю. Я люблю яйцо домашнее разбить в стаканчик. Туда налить подсолнечного домашнего масла. Постарить, поперчить. Туда накрышить черного хлебушка. И вот так вот я люблю. Это меня, кстати, Игорь так научил. Это у него такой, он же жил без матери. И это он так себе делал завтрак. Чтоб хоть чем-то смазать желудок. Но мне это так вкусно казалось. Таким вкусным казалось. Так, яблочко есть. Я останавливаю видео, потому что... О, поезд. О-о-о! Орет страшно. Поезд прошел. Друзья, страшно. Вы знаете, опять страшно. Что оно будет? Готовимся, готовимся. Постреба-то все закончилась. Нам же наши обещают, что вот-вот-вот-вот. Вот такие погодные и природные условия, что просто. Опять начинается в комментариях срач. Ну, не у меня, а у других людей. Опять. Опять. Уже поняла, что никому не надо ничего доказывать. Потому что у всех есть свои головы. Никому ты ничего свое не пришьешь. Ну, в принципе, я такая же. Я отрежу саму человек. Живущий в своей стране, естественно. Знаете как? Мы защищаемся. А нас обвиняют непонятно в чем. Добавила только орешков много. Хорошая свеколка. У меня моя только закончилась. Девочки, всю зиму, я заправкой для борщу пользовалась. А делала же венегреты со своей свеклой. Морковка была своя. Морковку мы натираем в банке с мамой. Перец болгарский. Что завораживаем, что тоже солью. Прекрасно. Добавляем супик. Просто не солим. Без всяких этих приправ. Потому что это все уже... Ах, красота. Красота. Сейчас приведу в порядок. Ну, а мне пишут, чем плохая посуда. Орешки, вот чем плохая посуда. Я не понимаю. Вы из каких-то мысок едите. Уже прямо знаете, надоело это читать. Частный сектор. Вот я так, что схватила, то на том и ем. У меня такая семья. Или такая традиция, чтобы все сосадились за стол. Раньше, когда была большая семья, вот здесь у кухни стол летом стоял. Приходили, садились, кушали. И тоже сковородки на стол ставили, потому что... Стол кришку растягивали. Да, потому что много земли, работали, бегом что-то приготовили себе. И после работы обязательно бутылочка, чарочка, домашнее вино. А сразу на кухню один готовил. Да. И садились, и кушали. Потому что не будешь есть, ты не... Приезжала Катя, дочка помогала бабушке с огородом. Ну, бабушке, наше попробуй помоги. Все не так. Все не так. Девчата, мне надо писать вас прораблять. Катя бурьян закапывала, бабушка, Катя, что ты робишь? Бурьян, вытрякивай, выкидывай бурьян. Давай накопай его, закапывай. Так и я сейчас, в принципе. Точно. Да. А когда я буду это делать? Вика тоже смотрю, копает, возила-возила траву, вытряхивала на Самару, кучу там, где. А потом говорит, я задолбала. Ага. Я кучу сложила. Так аж уже она прет, прет эта трава, и прет, и прет. Бабушка оказала, если хочет успокоить нервную систему, вылет ссадку и на огород. А, я все девушкам говорила, да. И ты эту энергию не отдаешь, а берешь из земли. Вот действительно, да, все болит, конечно. Мама вчера так расстроилась, что дочерь, и так разработалась, так хорошо. Не, не, хорошо, на огород. Бурьяк посадила. А много чего, посадили? Да, ну просто, что не успели. Ну ничего, еще мой месяц впереди. Ну и толку. У нас в земле тепло надо, чтобы она успела. И тепло надо. И вчера же было, сколько был, огород полностью залит. Хотя бы не повымывала. Да земля уже не принимает. Да, уже не принимает. Так, выйди, Степан. У нас тут еще не земля. Степан, выйди. Давай. Все по камырскому. Кому сказку. Не, а какая у нас не земля, если мы на Круче живем? Нет, у нас просто внизу. Не кричи, мама, не кричи. Поселок, на Буру, поселок. Вот мы. А вот, вот, смотри, вот там, где кладбища, где все запомнили вверх. А тут вниз. И там больше заливают, чем у нас. А вот это, знаешь, где в магазин, там же выметает канал, а там бежит же вода. Возле памятника оттуда сама рука стекает. Поэтому оно и здесь у нас больше. Все бежит оттуда. Все, девочки. С вами вместе я приготовила с грецким орешком. Сейчас. Сейчас включили, а я жду. Остывая вода. Ну, человек не понимает. Камера включена, шоу я разговариваю, шоу. Ничего не поделаешь. Будем прощать. Там, девочки, шубка готова. Постоит немножко. Конечно, я раньше делала, знаете, как распластывала на все блюдо. А мне там потом девочки мои, подписчики писали, Нателла, делай воздушный. Вот я делаю воздушный. Конечно, сейчас время редит. Ладно, сейчас, ребята. В общем, мы в ответе за тех, кого мы приручили. Эти коттели ведут ее, а она доведет нас. Это невозможно. Это просто невозможно. Ну, ребята, я не об этом. Я не жалуюсь на мать. Я просто констатирую факт, что очень тяжело. Спешит, спешит. И вот, знаете как, потом психологическое состояние у нее нормализуется. А вот позавчера, вернее, не сегодня ночью, еще вчера ночью, когда были удары сильнейшие у нас здесь. Опять обострение идет. Идет обострение. В общем, девочки, я понимаю, что сейчас время редисок, молодых огурцов, капусты. Ну, мне захотелось более сытной еды. Я еще сейчас и капусту с душом не хочется. Кого тебе подать? Кей, деда, девочка. В последнее время я года два-три вообще капусту не тушила. Это что-то мне так, знаете, не понравилось саджикой. Мне главное, что мой ребенок есть. Да, взрослый ребенок, и она есть. Она сегодня выходная, мне необходимо, чтобы была дома еда. Потом мы с ней уедем, потом отъедем, потом опять приедем. Короче, в круговороте событий. Радостного, конечно, мало. Я по поводу обстановки у нас вообще в Украине. А что в семье? Я же говорю. Никакой стабильности, нет уверенности. Единственное, только, конечно, я верю нашим аналитикам, что это все должно прекратиться, погодные условия наладятся, потому что надо начинать жить. Надо начинать жить. Я понимаю, что женщины, которые моложе, они сейчас и живут, и все, у них может быть хорошо. Есть такие семьи, мне пишут, есть, что прекрати, вот я и там, и там, и там, я не там, нигде, не здесь. А как я говорю честно, откровенно, как оно есть, без всяких, знаете, выдолбосов. Все трезво оцениваю, все понимаю, сколько мне лет, все понимаю, что годы идут, все понимаю, что жить надо здесь, сегодня, и сейчас, но я сто раз уже говорила, что существует какая-то совесть, какие-то принципи жизненные, какие-то позиции. Я про личный план. Мне кажется, сейчас даже, мне есть, мне есть, что вам рассказать. Ну, ребят, пускай немножко все успокоится, пускай уже какой-то мир придет, наверное, на землю элементарный. Вы действительно, со мной кто из Днепра, вы согласитесь, что мы здесь пороху не нюхали, такого, знаете, конкретного, как Мариуполь, Буча, Киев, Херсон, уничтоженные города. Вы со мной согласитесь, что нам тоже здесь не сладко. Нас тоже по-своему и обманывают, нас по-своему подставляют, нас по-своему хотят столкнуть друг с другом. Очень сложно во всем этом разбираться. И тоже, знаете, как у меня столько было таких, которые писали мне в личку, сейчас тишина, замолчали, затишили. Я же говорю, это виртуальная дружба, виртуальная дружба. Остаются единицы, девчонки, понимаете, остаются единицы, которые со мной уже много-много лет, с 19-го года, с кем я вот общалась, очень много людей ушло. Не с канала, нет, а вот с личных сообщений. Я понимаю, что да, это же мудрость человеческая. Мне всем это должно нравиться. Но когда ты людям доверяешь, рассказываешь свои какие-то моменты, не видя их, это, конечно, может быть даже ошибка. Но так хочется найти родную душу. Не важно, мужчина, женщина. Знаете, просто вот именно дружить. Знаете, вот именно дружить в день в день. Делиться своими радостями, делиться своим горем, делиться своими какими-то негораздными. Солнца нет, и я кисла. Ладно, мои хорошие, еще увидимся. Не знаю, может, я трансляцию сделаю, может, не сделаю. Как будет обстановка у нас в стране. Чтобы я сделала. Надо дальше готовить кушать, брать себя в руки. Кстати, мелодрамы смотрела вчера вечером, дождь шел, перед тем, как люди забирают. Не заходит. Никакая не любовь, никакие детективы не заходят. Я молчу уже о книжках. Раньше за поями читала. Я уже молчу сейчас о книжках. Все, ладно, норовите, видео затянуло. Всем вам добра. Терпение сил. У меня новый лозунг. Будьте, пожалуйста, будьте. Будьте и имейте. Имейте терпение. Спасибо всем, кто подписался на мой канал по поводу шорца, там, где я и Алла будет петь. Девочки, ну, это фильтры. Это фильтры. Просто я наложила фон, там, где чистое лицо, без морщин. Все остальное мое. Губы увеличила губки и сделала тон, чтобы не было видно морщин, которые, к сожалению, 50 лет уже есть. Все, берегите себя и своих близких. Пока.